для себя изменить. То есть это то, что касается непосредственного изменения. Или, например, группировка различных наших расходов тоже может быть изменена. Мы можем счета пересмотреть для применения их в своем учете. Поэтому эти изменения, они действительно могут быть прописаны в учетной политике. А вот дополнения, которые мы будем уже с вами разрабатывать и внедрять, конечно, их можно внедрять в текущем году, утверждать различными приказами, распоряжениями дополнять нашу учетную политику, а сдавать в этом случае в налоговую инспекцию не нужно. То есть реально и только таким образом происходит. Вот в текущем году мы делаем эти дополнения, смотрим, они влияют на наш бухгалтерский учет, делаем свою пояснительную записку, и в пояснительной записке мы указываем на то, какие дополнения были применены нами в этом году, в связи с чем, например, изменились там те или иные показатели. А затем пишем, какие изменения мы закладываем в учетную политику на следующий год. Но документом, который все это регулирует, является наша пояснительная записка, которую мы пишем, соответственно, в произвольной форме, просто прилагаем в бухгалтерской отчетности, и сдаем в налоговую инспекцию. То есть это вот таким образом уформляется. Ну, на самом деле, что касается пояснительной записки, то буквально, если у нас вот тут вот эти моменты же поменялись, и сейчас я секундочку уточню этот вопрос. Ну, если буквально говорить, что наша бухгалтерская отчетность, на самом деле, вообще планируется, в первую очередь, для наших учредителей и для, как бы, тех же пользователей этой отчетности. Ну, мы обычно будем так говорить, есть какие-то моменты упрощения этого варианта, да, а есть моменты просто законодательного установки. То есть упростить можно, можно ее не сдать. Но ведь тогда возникает вопрос, а если потребуют, как в этом случае относиться к этому? Так. Мне в этой ситуации важно, да, я прекрасно понимаю, что можно ее не сдать, и отложить, и так далее. Мне просто в этом отношении важно понимать, насколько налоговую органу могут применить в ней штрафные санкции и последствия. Поэтому, так. Если мы электроны, скорее, мы там развесли, сможет... Нет, нет, я об этом не говорю. На 30 год стоять электроны, нет возможности. Я пыталась, там, один раз принести ее, вот, если меня даже не пропечатали, сказать, пишите письмо. Значит, смотрите, что я вот буквально прям законодательство посылаю, чтобы понимать в этом отношении. Значит, если организация относится к субъекту малого предпринимательства, это вот у нас третий пункт, это пока мы в этом году скрываем нашу отчетность в соответствии с приказом Митвена номер 67-е, то здесь как раз вот этот пункт говорит, что субъекты малого предпринимательства, которые не обязаны проводить аудиторскую проверку, могут не формировать пояснительную записку. Ну, там идет одна форма. Баланс и отчет о прибылях. То есть, 3, 4, 5, они сдаются, да? Это субъекты малого предпринимательства. Ну, а субъектами малого предпринимательства мы являемся в соответствии с 209-м федеральным законом. Там заложены требования к субъектам малого предпринимательства. Это численность, не превышающая 100 человек, это доля в основном капитале юридических лиц 25%. И эта величина выручки от реализации по предыдущему году смотрится не более 400 миллионов рублей. Это показатели. На самом деле, никаких документов, подтверждающих, что вы стоите в реестре субъекта малого предпринимательства, в этом случае не нужно. То есть, вы выделяете себя по этим показателям. Получается, если в этом отношении вы соответствуете данным требованиям, то получается, вы не формируете пояснительную записку. Но. Есть одно но, которое у нас сегодня регулируется еще 307-м федеральным законом. Я прекрасно даю себе отчет о том, что налоговики это могут не знать. И особенно их эта норма не волнует. Просто если говорить буквально, то есть третий пункт, опять же, к которому я ссылаюсь. Здесь говорится, что те субъекты малого предпринимательства, которые не обязаны проводить аудиторскую проверку, действительно не сдают третью, четвертую, пятую и пояснительную записку. Дело в том, что пока сегодня, пока не принят новость закона, только чтение у нас прошло, и должен быть, может быть, и принят. Значит, есть 307-й федеральный закон об аудиторской деятельности, который говорит о том, что обязаны проводить аудиторскую проверку, те организации, независимо от того, малые они, немалые, у которых величина выручки превышает 50 миллионов рублей, а валюта баланса в 200 миллионов рублей. То есть, в принципе, порядок пока остался. И вот здесь получается автоматически. Если такое малое предприятие попадает под аудиторскую проверку по своим требованиям, значит, к нему возникает требование, предстоит всю отчетность. Это и отчет о прибылях, и форма третьей, четвертой, пятой, и пояснительная записка. Но, конечно, так относится к этому логовики, это второй вопрос. Не факт, что, например, мои магазины должны это сделать. То есть, многие налоговые инспекции годами не получают от таких организаций, кроме первой и второй формы, ничего, и никаких требований не предъявляют. Поэтому здесь все зависит от того, какой может быть подход. То есть, если они в то же время, например, потребуют, то мы обязаны в этом случае представить. Если мы не представим, давайте ссылаться на наш налоговый кодекс. 126-я статья налогового кодекса. Сегодня тоже внесены в нее поправки за непредоставление документов, которые служат основанием для расчета налогов, для проверки налогов, а эти бухгалтерские формы у нас служат, также основанием для расчета налогов. Предоставляется налогоплательщику штраф 200 рублей за каждый непредоставленный документ. Поэтому 3-я, 4-я, 5-я пояснительная записка 800 рублей может быть такой. Штрафт у меня с 162 сентября до 25-го года, 50-го года. Раньше до 50-го года. Вот такой, как бы, если. Поэтому оцените. Я еще раз говорю, разные налоговики бывают, кто-то на это смотрит, кто-то не смотрит. Но в силу того, что сегодня вот эти штрафные санкции увеличились, конечно, налоговые органы сегодня ориентированы на взимание вот этих формальных штрафных санкций. То есть, если раньше было 50 рублей, и было ли выписывать такие требования, то сегодня, когда 200 рублей, то, естественно, они все нацелены на то, чтобы выписывать это и за не сдачу декларации, возрос штраф в тысячу рублей, и вот 120-е статья уже 10-30 тысяч штрафа. То есть, все это формальные статьи. Но если, как формально они поднялись, то, конечно, налоговики сегодня будут их активно применять и активно присылать. Италия, что делать, если они вживую не принимают, потому что они уже приняли по электронной почте, да, это не получается, а по электронной почте, то есть у них никак не перешлешь. Там, не могу не говорить. А по почте сейчас так, по-возвлению. Нет, мы вживую сдавали, мне даже не заикнулись никто о пояснительной коктейле. Я знаю эту практику, и мы даже многие партизации, которые мало, проверяем, и действительно есть такие моменты. А зачем я говорю по почте, если у меня электронная почта есть? Нет, но я еще раз говорю, здесь просто существует вот такой субъективный момент. Налоговики пояснительную записку, конечно, не смотрят, да? Налоговики не смотрят эти документы, потому что им важно просто видеть формы отчетности, эти формы отчетности, они стыкуют там с налоговыми декларациями, это все нормально. То есть у них вот эти формы 3, 4, 5, они вообще в программу не вводятся, они являются просто отдельным документом, да? Но я еще раз говорю, мы с вами постоянно имеем какие-то новые моменты, новую практику, да, новые явления. И вот сегодня, например, сказать, что налоговая инспекция не имеет права не потребовать эти документы, нельзя такого говорить, да, потому что есть приказ, который говорит, вот эти формы отчетности нужно сдать. Пока, конечно, они их не просили, может быть, еще год пройдет, они не будут их просить, но если вдруг такое желание у налоговика появится, то вопрос на самом деле может звучать таким образом. Вам могут выписать требования с предоставлением этих документов, вы их предоставляете, никакого штрафа нет, да? То есть вот и все. А есть какая-то формализованная вот форма пояснительной записки, чтобы не сильно напрягаться? Нет, есть, знаете, что у нас есть вот такой ПБУ-4, дробь 99, и это ПБУ, оно посвящено бухгалтерской отчетности. И есть просто там расписано буквально в форме, что следует отразить в пояснительной записке. То есть там, говорит, в пояснительной записке отражается то-то, то-то, то-то. Можно просто составлять ее в соответствии с этими требованиями. А можно просто пояснительной запиской для некоторых организаций, относящихся к субъекту малого предпринимательства, появляется, они пишут, что они относятся к субъекту малого предпринимательства, например, да, что они какие-то виды деятельности ведут, расшифровку эту делают, и все. То есть просто поясняют по статьям своей отчетности, как бы каковы, применяйте годы не применяют, вот, вот, вот. Внимальная характеристика предпринимательства. Да, да, да. И опять же, это связано с тем, что вот такого прямого требования, например, что должно быть прописано в учетной политике, этого нет. А самое главное, нет тех проверяющих, которые сказали, что ваш пояснительной записок составлено неправильно. То есть говорить об этом на сегодня могут только аудиторы, которые анализируют бухгалтерскую отчетность. Налоговикам нужно это пояснить на записку только с точки зрения налогового. Даже с этой же учетной...